В Югру доставили первую партию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции гам-ковид-вак. Об этом в своем аккаунте Инстаграм рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Это препарат отечественного производства. Медики отмечают, что на данном этапе отрабатывают логистическую цепочку по соблюдению особых условий перевозки вакцины. Препарат необходимо транспортировать и хранить при температуре минус 18 градусов по Цельсию. Кроме того, стали известны подробности применения данного препарата. Два компонента вводят человеку с интервалом в три недели. При этом вырабатывается иммунитет от COVID-19 на два года. Первой партии вакцины ведут именно медикам, поскольку они подвержены самому большому риску заражения. Параллельно будут собирать данные для пострегистрационного исследования препарата. После этого начнется широкая вакцинация населения. Бычок устроил переполох на дороге в Сургуте. Ночью на окраине города водители заметили гуляющее жвачное и сообщили об этом в дежурную часть ГИБДД. Экипаж дорожно-патрульной службы, прибыв на место, пытался прогнать бычка с дороги. Рогатый, не желая подчиняться представителям правопорядка, лишь прижался к краю дороги и продолжил свой путь. Чтобы оградить животное от машин, патруль сопровождал его с мигалками. Такая компания быку, видимо, не понравилась. Вскоре он перелез через дорожное ограждение и скрылся в лесу. Но все же больше всего правил дорожного движения за выходные нарушили не домашние животные, а люди. За три дня в округе произошло 15 ДТП. Один человек погиб и еще 21 получили травмы. Смертельный случай произошел в Сургуте. Водитель избил велосипедиста. По предварительным данным, он ехал по дороге на красный свет. В результате велосипедист скончался на месте от полученных травм. Кроме того, югорские водители не прочь выпить за рулем. Только за выходные полицейские поймали больше 40 пьяных автомобилистов. Но это даже не самое частое нарушение. Больше сотни югорских водителей пренебрегли безопасностью собственных детей и нарушили требования их перевозки. Производитель натуральной косметики Нижневартовского района Берегиня получил статус резидента технопарка высоких технологий Югры. Теперь Берегиня может рассчитывать на лабораторные исследования химического и микробиологического состава будущей косметики. Специалисты технопарка помогут составить формулы косметических средств. Помимо этого, технопарк поможет сертифицировать новую продукцию и привлечь инвестиции, а в перспективе получить гранты Центра инноваций Сколково. Почему бы мы выбрали именно ягель? Потому что он традиционно использовался в пищевой промышленности всегда. И его ценили за желирующие свойства и за антисептические свойства. И те и другие нам, как производителям косметики, будут цены. То есть будет работать как загуститель и как консервант. С выше 99 процентов югорских семей получили выплаты на детей. Речь о пособиях в размере 5 и 10 тысяч рублей, которые были назначены указом президента во время пандемии коронавируса. Общая сумма пособий составила почти 8 миллиардов рублей. Об этом на площадке РИЦ Югра накануне рассказала управляющая окружным пенсионным фондом Татьяна Зайцева. По ее словам, некоторые семьи могли получить на одного ребенка даже по 4 выплаты. Дело в возрастных категориях, которым положена поддержка. Напомню, с апреля по июнь пособия полагались детям до 3 лет. Позже за выплатой могли обратиться те, у кого есть дети от 3 до 16 лет. Для перевода денег необходимо было оформить заявку. Еще одно пособие югорчане получили автоматически. Напомню, обратиться за поддержкой можно до 30 сентября. В Когалыме продолжается строительство общежития кампусного типа на 100 мест. Уже к концу следующего года там будут жить студенты местного политехнического колледжа. В этом году образовательная организация получила лицензию сразу на несколько новых специальностей. Соответственно, иногородних студентов будет больше. К тому же, с вводом в эксплуатацию кампуса появится возможность приглашать педагогов из других городов. Шестиэтажное здание площадью почти 5000 квадратных метров пока лишь отдаленно напоминает студенческое общежитие. Однако точно известно, что проживающие смогут сходить в кафе, посидеть в зоне отдыха и воспользоваться услугами прачечной. На территории расположится фонтан высотой около 4 метров, а позади общежития раскинется теннисный корт. У него получаются дизайнерские решения очень красивые, то есть, да, современные. Вы можете видеть на здании, то есть, витраженные окна, которые от пола до потолка, в принципе, и простираются до здания хай-тековский вид. Лестничные площадки у нас будут, получается, в стеклянном витражах. Мегионцы вошли в число победителей Всероссийского патриотического фестиваля «Живая память». На открытый творческий конкурс со всей страны прислали более 3,5 тысяч работ, посвященных юбилею победы. Экспертные жюри во главе с народным артистом СССР Василием Лановым выбрали всего 17 победителей в нескольких номинациях. Среди лучших оказались работы Мегионской детской художественной школы. Ученики раннего эстетического воспитания, а это дети 5-7 лет, вместе с преподавателем создали почти трехминутный ролик, посвященный юбилею победы. Еще одна работа из Мегиона стала лауреатом третьей степени. 26 долгожителей из Югры в сентябре получат поздравления президента. Специалисты окружного отделения пенсионного фонда ежемесячно собирают сведения о долгожителях, ветеранах войны, которые отмечают юбилейные и круглые даты. На основе этих данных для юбиляров готовят персональные поздравления от президента. Так, в сентябре 26 югорчан отметят 90 и 95 лет. Как отмечают в пенсионном фонде, среди юбиляров 22 женщины и лишь четверо мужчин. При этом 18 жителей округа отметят в сентябре свой 90-й день рождения. Еще 8 отпразднуют 95-летие. С карты Югры исчезла деревня под названием Усть-Калек-Йоган. По информации Единого госреестра, в населенном пункте всего две улицы, Лесная и Береговая. Их общая протяженность всего 200 метров. В 2004 году здесь проживало 24 человека, в том числе 10 человек из числа малочисленных народов Севера. Сейчас на территории этого поселения в Нижневартовском районе нет никаких предприятий и учреждений. Также отсутствуют магазины и иная инфраструктура. Местные жители получили субсидии на покупку жилья в Нижневартовске и Излучинске. Югорский проект IT-стойбища участвует во Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени». На крауд-платформе опубликованы 15 тысяч предложений со всей страны. Но до финала дойдут лишь 100 проектов. Оценивать их новизну и потенциал будут эксперты и народные жюри. Самые инновационные идеи уже в октябре участники презентуют на территории парка науки и искусства «Сириус» в Сочи. Напомню, югорский проект IT-стойбища в округе стартовал два года назад. Сегодня цифровой прогресс уже добрался до 21-го стойбища. Доступ к семирной паутине получили больше полутора тысяч угорчан. Спутниковые вышки установили в Сургутском, Нефтьюганском, Нижневартовском, Березовском и Белоярском районах. До конца года специалисты оборудуют еще пять цифровых стойбищ в Ханты-Мансийском и Кандинском районах. Югорчане запустили в Иртыш 8 тысяч особей сибирского осетра. Вес каждой 25 граммов. Свидетелями этого события стали сразу несколько тысяч жителей округа. О рыбном новоселье югорчане узнали из прямого эфира губернатора. Накануне Наталья Комарова в режиме онлайн встретилась с экоактивистами, блогерами, предпринимателями, чиновниками и бизнесменами. Инициатор реализации проекта по сохранению сибирского осетра в округе Митхат Хасанов отметил, что в 2019 году в Югорские реки выпустили свыше 4 миллионов мальков. В этом году в плавание отправились более 3 миллионов особей. Югорский биатлонист Семен Сучилов завоевал золотую медаль. В Тюмени проходит чемпионат России по летнему биатлону. В субботу состоялись индивидуальные гонки. Если женский забег медалей не принес, то у мужчин отлично себя показал Семен Сучилов. Югорчанин преодолел 20-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами за 49 минут и 29 секунд. Допустив два промаха, всего же в первой дисциплине чемпионата на старт вышли 70 спортсменов. Югорчанин представили 5 биатлонистов. Сегодня чемпионат продолжается спринтерскими гонками. В эти минуты проходит женский забег. 4.31 проиграл Поварницов. В общем, ногами-то бежал неплохо. Алексей Слепов 37-е место с пятью промахами 5.21 проиграл. Но у нас, собственно, награждение...